здорово братва в эфире группа продвижения в общем спешим сообщить вам хорошую новость не так давно у группы гнилой район вышел очередной десятый по счету номерной альбом который называется темные рыцарь и мы свою очередь от своей стороны решили не проходить мимо пиарнуться на этом по полной также набрать миллион подписчиков и более детально и подробно сделать так скажем рецензию на этот альбом и так поехали десятый альбом группы гнилой район получился достаточно необычным он сделан в жанре хоррор хоррор мистик фэнтези альбом очень интересный в нем много ярких ярких песен также сам по себе он ну можно сказать очень разнообразный на разные темы вот как бы записаны песни они все высоком качестве и все высокого уровня и альбом а этот я считаю достаточно профессиональной работой он займет достойное место у каждого рокера коллекции даже можно поставить с такими группами как ария мастера iron maiden вот вполне тоже он войдет в эту коллекцию и также скажу по стилю первоначально гнилой район играли стиле сектор газа и король шут но после ночи мертвецов они начали утяжелять свой стиль и делать его более лучшим и сейчас они играют стиле хоррор металл хэйв металл и хард-рок в основном вот такие стиле я услышал но тоже с элементами панка но все вот как они говорят это является фьюжер то есть смесь разных стилей что придает им большую крутость и интересность прослушивание кстати вот так же отмечу пожалуй начну сначала тут вот такая обложка у нас мы видим здесь распятие христа ну и соответственно стаса кстати обложка вам ничего не напоминает это взято по моему арии из альбома кровь за кровь только здесь вот чуть-чуть передела также здесь вот ну всем кто закажет вот такой вот посланием от души вот со словами благодарности ну естественно обороте здесь 10 песен здесь ничего особенного нету вот так же здесь вы можете увидеть фото участников и здесь строим основной станислав буй и два его друга и также здесь вот вы можете увидеть те кто принимал части из записи и также отдельная благодарность всем фанатам и так далее и даже не фанатам всем рокерам ну а здесь тоже пару фоток есть и вот такой вот стих ну все сделано принципе неплохо но как бы вот единство повторения других других обложек я думаю можно было сделать все таки дизайн получше и не повторять за другими вот теперь ну название здесь достаточно простое на часто встречается но все-таки все равно интересно и теперь ребята я хочу вам послушать пару отрывков которого мне наиболее понравились и сильно зашли я уверен всем рокерам и даже простым обывателям большинству из вас это зайдет итак отрывок из первой песни которая является главным хитом альбома и гремел уже где-то год вот она единственная песня которая появилась первым интернет и эта песня диверген давайте послушаем а 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 что а а а а а так по-английски вот давай тоже заслушаем очень достаточно крутая вещь пробивная и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и напоследок я вам хочу сказать По музыке альбом также сделан очень интересно В ярких традициях Ну как говорил до этого, это в основном тяжелый металл На деле вы тут сами убедились, что действительно вещи достойные, а не того стоят Вот, также все сыграно профессионально достаточно Гитары звучат очень круто Музыканты постарались по полной Барабаны также очень хорошо записаны и сведены по музыке Здесь вообще все идеально Все четко и в ноту И даже придраться как бы не к чему Ну что касаемо вокала Здесь вот отдельный разговор Ну в основном во всех песен он идеален Ну кроме трех, там три песни не зашли В них вот немножко слабовато было спето И так вот речитативом в основном Стас поет А это очень тяжело И плюс к тому же некоторых слов непонятно Вот в этом вот проблема По текстовой части здесь очень яркие, интересные текста во многих песнях Они даже профессиональные Даже некоторые вот есть там на военные темы Некоторые есть там на темы религиозные И не только Вот, ну все сделано достаточно грамотно и интересно Ну в некоторых, да, там песнях в двух там текста подкачали В остальных они вот, ну на мой взгляд, звучат идеально И подобраны по музыку И все грамотно сделано В принципе в целом альбому я ставлю 8 из 10 И многим рекомендую его заказать Также по цене, ну не очень дорого Ну вообще так 1240 он стоит Но вы можете заказать и подешевле Там как договоритесь с продавцом в принципе Ну я думаю заказать все равно стоит Как бы стоящая вещь Ага, вот И напоследок кричу вам последний отрывок И под него, пожалуй, мы будем с вами прощаться Это песня у нас, которая называется «Ведьма на пути» То есть достаточно такая прикольная и интересная Вот Ну и так же хотел сказать, что по сведению них профессионально Вот видно, что на хорошей студии записываются Так что ребята молодцы Они в общем старались Старались для вас Старались сделать вам этот хороший альбом Вот Так же группа в основном занимается студийной деятельностью И выпуском клипов Поэтому весь упор они делают на студию Поэтому вот старались творить Ну в отличие от первых вот альбомов Первые пять альбомов у них были достаточно очень слабые А потом уже да, они начали с выходом альбома «Ночь мертвецов» Они начали расти, развиваться и потихонечку идти наверх Вот мы слышим достойный результат всех этих работ Творческая, профессиональная, интересная и грамотная работа Вот Ну в общем на этом все Наша рецензия подходит к своему логическому завершению В общем ребята, я вам всем настоятельно рекомендую заказать этот диск Поддержать Стаса и его группу «Вневой район» Или подписаться на них на Ютубе и ВКонтакте Все ссылки будут в подсказках Ну на этом все ребята А мы ненадолго прощаемся с вами Я вам всем желаю хорошего дня Побольше урока и позитива А также подписывайтесь на наш канал на Ютубе Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте Ставьте лайки или дизлайки И пишите в комментариях все, что вы думаете про это видео На этом все Всем удачи Всем хорошего настроения Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok